ТАИНСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ Таинственный персонаж. Логическая ошибка, в основе которой лежит утверждение, что поскольку участник некого события нам неизвестен, то никто из известных нам людей быть им не может. Эту ошибку также называют «Мистер Икс» по имени заглавного героя опереты Имра Кальмана «Принцесса цирка» или же «Тайна Кларка Кента» – отсылка к образу застенчивого и неуклюжего журналиста, за которым скрывался Супермен, популярный с 1938 года персонаж американских комиксов. Именно на основании этой ошибки жители Иерусалима отказывались признавать Иисуса Христом. Мы знаем Его, откуда Он, а Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 27 стих. Библия полна таинственных персонажей, как в Писаниях Ветхого, так и Нового Завета. Но если скажем тем, кто такой один из учеников Его, которого любил Иисус, Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих, с этим более-менее все согласны, это сам евангелист, относительно прочих мнения весьма расходятся. Кем, к примеру, был юноша, который, когда все ученики Иисуса бежали, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за Ним, и воины схватили Его, но Он, оставив покрывало ногой, убежал от них. Евангелие от Марка, 14 глава, 51-52 стих. Явно об этом ничего не сказано, но стоит только признать, что это некто нам неведомый, тут же таинственный незнакомец вступает в реакцию с ссылкой на неведение, производя фантастический фейерверк бурных фантазий. Каких только версий не наслушаешься, от совсем диких типа склонностей учеников Иисуса к педофилии до совсем экзотических типа того, что это, мол, восставший из гроба мертвец. Не смейтесь, последний вариант был озвучен весьма известным проповедником, выступления которого годами транслировались во многих странах мира. Вы же знаете, говорил он, что дело происходит на Иллионской горе, где располагается кладбище. Ну, спикер забывает добавить, что кладбище там располагается сейчас, а во времена второго храма это все были сельскохозяйственные готи. Так вот, говорит он, когда пришедшие сообщили, что ищут Иисуса Назарея, а в ответ Иисус говорит, это я, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 50 стих. На самом деле он сказал, аз есмь, то есть назвал непроизносимое имя Божье, и сила Божья изошла от этих слов, и потрясла землю, и мертвые, ведь уже сказано, что происходит все это не в саду, на кладбище, мертвые встали из могил, и один из них нарвался на храмовый патруль. Извините, что повторяю весь этот бред, но я действительно слышал этого собственными ушами. Но действительно ли мы не в силах догадаться, кто он, этот юноша, не упоминаемый никем, кроме Иоанна Марка? В Евангелии от Марка есть еще одна особенность. В то время как прочие евангелисты говорят о саде на Масличной горе, Марк в 14.32 называет Гессиманию селением. Далее нам известно, что именно в доме матери Иоанна Марка собиралась вся Иерусалимская церковь, Деяние 12.12. Имея достаточно большой дом в столице и даже слуг, она, похоже, была весьма богатой вдовой. Воспитанием же Марка, ее сына, впоследствии занялся ее брат или деверь по имени Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Деяние 4.36. Дядя Марка тоже был не из бедных, будучи жителем Кипра, он был там вхож в дом проконсула, Деяние 13.7, и имел поместье, продав которое, принес деньги и положил к ногам апостолов, 4.37. Варнава будет по возможности всюду брать племянника с собой. Из-за чего у него с Павлом даже возникнет острый конфликт, Деяние 15.38. Стоит также вспомнить, что Гевсиманский сад не городской парк, куда любой может свободно зайти на ночлег. Он был чьим-то поместьем, владелец которого позволял Иисусу с учениками там находиться, а Лука упоминает в числе учеников Иисуса множество знатных женщин, которые служили ему имением своим, от Луки 8.3. Так что пресловутый юноша оказался на улице, завернувшись по ногам у тела в покрывало, это говорит нам лишь об одном, в то время как ученики Иисуса коротали ночь на свежем воздухе одетыми, он спал в доме, в собственной постели, пока не услышал шум на улице и не вышел посмотреть, что там происходит. Большинство исследователей соглашаются, что таинственный юноша у Марка, скорее всего, камео самого евангелиста. Понятно, что это всего лишь предположение, сделанное по вероятности, но оно, тем не менее, куда более обосновано, чем какие-либо беспочвенные фантазии. Субтитры создавал DimaTorzok